Ещё недавно сложно было представить дорожную машину с двухлитровой четвёркой и характеристиками суперкара. А ещё сложнее было вообразить Mercedes C-класса от AMG с таким мотором. Но в наше время невозможное возможно, и новый Mercedes AMG C63S получил самую странную силовую установку в истории модели. В основе та самая двухлитровая бензиновая турбочетвёрка, но с рекордной для дорожных автомобилей удельной отдачей. Почти 240 л.с. с литра рабочего объёма. Но ещё 200 к ним добавляет электродвигатель, установленный на задней оси вместе с собственной двухступенчатой коробкой передач и дифференциалом повышенного трения. Разгон до сотни занимает меньше 3,5 секунд, а максимальная скорость — 280 км в час. Правда, только у седана, а пятидверный универсал разовьёт на 10 км в час меньше. Ходовая часть — это полный привод, полноуправляемое шасси, восемь режимов работы силовой установки и батарея, способная на 10 секунд более чем вдвое увеличивать отдаваемую мощность. Это уже одомашненные технологии из мира Формулы-1. Впрочем, использовать эти возможности на все 100% можно лишь в режиме рейс на закрытой трассе. Во всяком случае, по мнению разработчиков. При этом новинка способна ездить, вообще не запуская двигатель внутреннего сгорания. Правда, недалеко. Запас хода на электротяге — 13 км. В семействе сверхдорогих гиперкаров прибыло. Французская марка Delage, вот уже третий год пытающаяся возродиться, представила свою единственную модель D12 в версии с открытым кузовом. Поскольку у гиперкара вообще нет дверей, то для превращения в родстер делать почти ничего не пришлось. Достаточно было изменить форму стеклянного колпака, закрывающего углепластиковый кокпит. Впрочем, есть ещё одна модификация, где этой подъёмной конструкции нет в принципе. Её функции частично выполняет маленькое ветровое стекло. Интересно, что в движение машину приводит почти 8-милитровый мотор V12 собственной разработки, мощностью почти в тысячу лошадиных сил, который работает в паре со 100-сильным электромотором. До 300 км в час машина разгоняется всего за 14 секунд. Компания мечтает обновить рекорд Нюрбургринга, рассчитывая проехать северную петлю за 6 минут и 40 секунд. Заезды намечены на следующий год, когда будет готова и сама машина. Всего, к слову, планируют собрать 30 экземпляров модели D12. Цена, без учёта налогов, 2 миллиона 300 тысяч долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова